У меня, кстати, омикрон тут висит, как живой. Я могу по любому месте сесть и начинать лепить. Потом археологи через много тысяч лет будут удивляться, когда рядом с айфоном найдут вот это. Нет, нет никакой судьбы человека. Надо по чуть-чуть идти вперед, я вот так думаю. Я всю свою жизнь куда-то сбежал, бежал. Ну прибежал, ну хватит. Ждем чудо. Уже ничего не изменится. Все, ждем. До свидания. Добрый день, это программа «Балция», меня зовут Евгений Павлов. Герой этого выпуска – гончар Марек Заводной. Это как раз тот случай, когда фамилия говорит сама за себя. Марек перепробовал два десятка профессий, несколько раз менял место жительства. Он все время был в движении и в поисках своего призвания, пока однажды не взял в руки глину. Вот уже 10 лет он занимается черно-вощеной керамикой, стал признанным мастером в этом деле. Но как был заводным, так им и остался. Мы приехали к нему в гости в небольшой латвийский поселок Бебране и убедились, что и вправду горшки обжигают не боги. Ну так в основном я свои горшки на заказ делаю. Люди сразу забирают, ну и пару магазинов. Сюда приношу старую, в мельницу тоже, в экскурсии приезжают. Раньше тут муку делали, разные крупы. Сейчас тут все работает, просто муку уже не делают. Сейчас для экскурсии тут показывают, ну как музей здесь. Все механизмы работают, они восстановлены. Ну красота, хорошо, что сохранили такую вещь. Ну я тут принес чуть-чуть только. Мотать, а нас видишь, что я? Я леплю руками, без гончарного круга, по старой технологии. Технологии неолита. Как наши предки пять тысяч лет назад, там, десять тысяч лет назад. Свистулечка. Вот такие делают. Сейчас можем съездить в мастерскую. Я там покажу, как я это делаю. Да, погодка как-то не вовремя испортилась. О, открыто. Кто-то работает. Заходите. У меня, кстати, тут... У меня, кстати, омикрон тут висит. Как живой. Ха-ха-ха. Так как я не использую гончарный круг, все, что мне надо, это руки, глина. И все. А, мозги. Я могу по любому месте сесть и начинать лепить. Детство у меня было очень такое странное. Но я бы не сказал, что я в такой благополучной семье вырос. Поэтому я как бы по улице очень много так гулял. Я уже такой был вольнодумец уже с детства. Такой капризный мальчик. По-моему, я такой остался все время. Может, поэтому я и так много работ менял. Не люблю начальство, все такое. Люблю своей головой думать. Я вот думаю, если вот такой среднестатистический мозг, человек может сделать, что он хочет. Может заниматься, чем он хочет. Могу рассказать, но я где-то сменил, где-то 20 профессий. Я делал древесный уголь. Такое сделать. Могу и метровые вазы сделать. Могу таджины сделать для готовки. Это просто, как это, саготовка. Заготовка. Заготовка, да. Есть, которые нравятся, что пальчики остаются такие. Она такая брутальная. Такое, ну, видно, что неолит. Вот. А так можно взять вот лопаточку. И сделать так красивенько, чтобы было. Через пару дней, когда чуть-чуть обсыхает, я еще потом полирую, как говорится. Лощением занимаюсь, да. Это называется черно-лощеная керамика. Вот. Вот, сейчас можно вот. Берем. Идем в сарай. Набираем щепки всякие. Ничего сложного. В неолите вообще орнаменты были точкой и черточкой. И все, ничего не было больше. Это красиво, во-первых. А во-вторых, это служит, чтобы не выскальзывало тоже из рук. Ну и все. Хватит красиво. Вот. Пару дней она постоит. Я накрою чуть-чуть еще там чем-то, чтобы она не пересохла быстро. Потом через пару дней это блюдце выглядит вот такое. Вот такое. И тогда начинается уже, начинается лощение. Я это делаю стеклом. Это делается для того, чтобы закрыть эти поры. Глина – это материал, который в последней стадии перед образованием камня, да. Я делаю такой искусственный вулкан, можно сказать. Ну и обожженная глина – это как камень. Потом археологи через много тысяч лет будут удивляться, когда рядом с айфоном найдут вот это. Они подумают, интересно. Племя какое интересное жило там. Ну вот. Совсем другое дело. Самое главное, что надо же написать, чья работа. М.З. Десять лет назад придумал это, в первый день. Так и все время рисую такой. Такой, как я, который руками лепит, да. Несколько десятков найдется. Эволд Васильевский, мой учитель, да. Он многих обучил. Многих обучил. У него была школа, путнику скула. Вот. Но умер уже недавно, пару лет. Нет, нет никакой судьбы у человека. Случай. Получилось так, что я просто захотел опять менять все. Я в Риге жил тогда последние пять лет. Работал в озенении там. Я просто все бросил. Собрал манатки и уехал сюда где-то. Потом я думал, что я по-настоящему хочу. Я помню вот так, с детства уже. Люблю там что-то лепить. Я с детства любил что-то лепить. Ну, разные фигурки там. Думал, вот сейчас поеду в Латгалии, найду гончара, какого мастера. С такой мыслью я как раз зашел в интернет и начал. Просто написал там гончары и начал там звонить. Просто так получилось, что в то время Эволда Васильевска был пленером. Он раз в год только его делал. И я как раз на него попал. Вот на этой фотографии мой учитель. И вот я здесь 10 лет назад. Без бороды еще. Вот мой самый первый горшочек. Который я лепил не знаю сколько часов. Вот он такой корявенький весь. Вот, но самый любимый мой. Вот, крышечка такая. А внутри Латы. История нашей Латы. У нас же 6 евро. А, кстати, вот. Это мои коллеги делают. Мои ученики. У дома повесить, какая красота. Ихняя работа здесь тоже есть. Вот в этих ящиках. Вот я тут упаковал. Уже буду вести на печь, на обжиг. Вот что мне тут заказали. Здесь такие круглые свечи будут ложиться. Ну, 6 штук. Еще мне заказали на этот раз. Вот. Такие лодочки. Тоже 10 штук надо было сделать. Вот. И таджины. Это вот таджина с шамотом. Тут есть такая дырочка. Отверстие. Для пара. О! Ну что, поехали. Ах. Поедем обжигать? Да. Вперед из песни. Пойду к печке сначала. Так, посмотрим, что у меня тут. Ну что, после последнего обжига все так и осталось. Красивенько все. Надо чуть-чуть подсушить только. Ну что, пойду, пойду за дровами. Надо подсушить чуть-чуть. Загружать я буду завтра. Вот мне спрашивают, просто можно выжить или нельзя выжить на этом, да? Тогда я спрашиваю, сколько стоит свобода? Для каждого этого понятия, ну, каждый по-своему понимает. Я максимально свободен. Это означает, что я вот сам за все отвечаю. Если что-то не получится, я тоже буду сам. Но когда все получается, когда я все сам сделал с самого начала до самого конца, это просто такое чувство, такое классное, самореализации. Ну что, 7 утра, пора печь загружать. Я делаю горшки неолита, да? Но мышление у меня очень современное. Я же как подкажу к этому, как экспериментальная археология. Я уже знаю, что я делаю. Я знаю, какие химические реакции там происходят. И все делаю так, чтобы было как надо. Здесь самый главный принцип, чтобы каждый горшок стоял хотя бы на трех точках. Но чтобы не вклинивался, потому что когда будет обжиг, он будет расширяться и может раздавить. Каждый горшочек надо ставить, чтобы он чуть-чуть сшатался. Так что здесь не так уж просто. Это не куча навалена. Загрузил. Сейчас можно уже поджигать. Трехти бедо. 8.45. 12 часов. Теоретически заканчиваем тоже 8.45, только вечером. Красота! Все идет по плану. Мне повезло, что я здесь гончарную печь построил. Здесь как заповедник такой. Здесь привезли лошадей. Тарпанов этих из Голландии. Эти дикие коровы тут ходят. Они тут вот пасутся. Но они совсем дикие. Их нельзя не подкармливать. Можно зимой чуть-чуть сено дать. Ну, нельзя с ними никак комментировать. Они как бы вернули их в природу. Я не привыкаю к вещам. И не привыкаю к местам. Я вообще-то родился на планете Земля. Я везде себя чувствую хорошо. Но здесь мне спокойно. Так мне никто не мешает, главное, заниматься, чем я занимаюсь. В этом процессе, если что-то в каком-то моменте что-то не сделаешь правильно, все, я уже говорил, это как в казино пойти и все поставить, все свои деньги. Я вот сейчас обжигаю, у меня там месяц работы. Что-то пойдет не так, все, месяц из жизни. Ну, еще раз подкинем. Последний, да? Да, по-моему, да. Вот так красота выглядит. Я когда низ заделаю, дрова закину, там давление будет, я не знаю, сколько там атмосфер, но будет хорошее давление. Когда отнимаем кислород, доступ к кислороду закрываем, и огонь берет кислород из глины. Там феррум 2О3, и тогда отнимается кислород, остается железо. И вот кашки становятся черные. Это химический процесс. Я сейчас все сделаю, низ замурую и оставлю на ночь. Завтра с утра будем посмотреть, что я тут натворил. Опыт. Каждый раз по-другому чуть-чуть получается. В другой раз получается серебристый. Ну, все гашки такие серебристые. В другой раз такие пятнистые. В другой раз совсем черные. Чуть-чуть температура зависит, чуть-чуть зависит, какие дрова, по-моему, или что. Или как прошла вот эта сама редукция, когда я все замуровываю. Ну, хватит. Ждем завтра. Ждем чудо. Уже ничего не изменить. Все, ждем. До свидания. Ну, че, пошли. Момент истины. Ну, выглядит ничего. Чёрных пятен нету, больших. Значит, редукция прошла нормально. Снимаем защиту. Вот так уже. Скоро-скоро доберемся. Вот. Ну, что скажешь? Хорошо? Не, хорошо. Это пепел чуть-чуть надо ему чистить. Выглядит все так одновременно, редуцированно. Пока я не вижу, чтобы что-то было треснувшее. Красиво? Вчера совсем по-другому выглядело, правильно? Так. Если так посчитать, да, мои горшки разошлись уже по всему миру. В Европе точно в каждой стране есть. Если кто-то хочет заказать что-то, может посмотреть, что у меня есть, и потом сделаю, потом уже реклама пойдёт от человека в человека. Это самая лучшая реклама. Даже чуть-чуть серебро получилось. Ну, это знак качества. Что я могу сказать? Если вы знали, как я рад. Ни одного брака. Вообще. Просто красота. Я всю свою жизнь куда-то бежал, бежал. Ну, прибежал. Ну, хватит. Сейчас мне всё устраивает, мне всё нравится. Смысл жизни вообще невозможно найти. Смысл можно кому-то, чему-то придать. И у каждого поэтому свой смысл. Вот это, в том, в этом и фишка есть. Если человек ищет смысл жизни, ну, как можно найти, ну, чего нету. Придумай свой смысл, вот и будет себе смысл. Ну, всё, надо просто это понять, и всё. Так, сейчас мы будем горшки мазать маслом и воском. Это называется консервация. Масло самое простое, растительное и кусочек воска. Всё это масло и воск, он впитается потом весь и будет защищать горшок от плесени, от воды. Надо по чуть-чуть идти вперёд, я вот так думаю. я вот одного обжига до другого живу сейчас. Я живу сегодня, надо просто что-то делать. Иногда хочется что-то поэкспериментировать, экспериментирую. А планов на жизнь, завести семью мне нету пока. Я ещё молодой. после этих дней устал чуть-чуть, но это такая приятная усталость. Особенно, когда всё получилось, как задумал. Пару дней отдохну, но главное, что всё получилось. Это самое главное. Так что верьте в себя, всё у вас получится. Пару деньков отдохну и опять начну лепить горшки. Всё по-новому. Мара, как видите, человек со своей жизненной философией и с очень умелыми руками. Главное для него быть свободным и получать удовольствие от каждого прожитого дня. И это у него пока неплохо получается. Это была программа Балсия. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова